Сангая тренировалась каждый день, а шум и саншайн богатство в день два раза. Я тренируюсь примерно три месяца, результатом не могу поделиться. Подскажите точности выполнения этих тренировок, объясняю. У меня есть один знакомый такой, и он говорит мне, Андрей Андреевич, я буду очень много заниматься. Скажите мне, если я буду заниматься пять лет, я стану премьер-министром Украины. Я говорю, Юра, кем ты сейчас работаешь? Парень молодой. Он говорит, у меня магазин, я продаю детские игрушки. Я говорю, ну смотри, для того, чтобы стать премьер-министром Украины, тебе необходима сейчас какая-либо должность в государстве. Это может быть начальник ЖЭКа, это может быть там, ну как это, а он говорит, а как это сделать? Я не могу тебе подсказать, я не знаю. Я правда не знаю, я никогда не был на государственной должности. Я, скорее всего, не государственный человек и подсказать не смогу. Но я же хочу быть премьер-министром, но для этого должны быть еще и решения. То есть на Бога надейся, а сам не плашай. Именно поэтому должен быть еще и план какой-либо по отношению к этому. То есть начать работать в государственных органах или начать работать в государственной службе. Я не знаю, устройся в водоканал, проработай в водоканале, найди кого-то знакомого там, начни. А что дальше, я не знаю. Вот тогда что-то будет тебя двигать. А так ты сидишь дома, тебя не знают, а тебе не знают, тебя не видят, ты не в этой системе. То есть также у вас, возможно, вы выбрали работу, на которую вы хотите. Эта работа просто она не ваша. Выберите для себя другую работу. Вот у меня была женщина, она долгое время работала в компьютерной компании, и там занималась чем-то, что связано с серверами. И она получала образование еще 10 или 15 лет назад. Ее содержали в этой компании, а потом произошло видоизменение серверов. И они, ну я условно говорю, возможно, чуть-чуть путаю и что-то не так. Ну, простите меня, они специалисты. И после чего она говорит, меня уволили, а сколько вы получали до этого? Ей платили за то, что она обслуживала там что-то, ей платили 5000 долларов ежемесячно. Она проработала 10 лет в одной компании, она иностранная, она выплачивала, проработала в Казахстане. И после чего мне говорит, Андрей Андреевич, меня уволили, компания там занимается другим на мою должность, взяли другого человека, я говорю, почему? Она говорит, дело в том, что они поменяли там какое-то программное обеспечение, а в нем не работаю и не разбираюсь, и там, в общем-то, вот так. И говорит, я буду пробовать устроиться на работу. После чего она два года не могла устроиться на работу. И я ей потом говорю, послушайте, вы не можете устроиться на работу, потому что та специальность, которая есть, это как в советское время, там, штамповщик или там фрезеровщик какого-либо разряда. Даже не так, даже не так. Допустим, при заводах были информационные такие пункты, где анализировалась вся информация завода. Это были огромные такие центры получения информации, ППИ, ЦПИ или ЦПК, ЦПИ, где огромный компьютер там анализировал информацию о продажах, о бухгалтерском учете, о том, что будет, ну, я не знаю, в общем, какую-то информацию. И потом выдавал. Сейчас это обслуживало там 50 человек. Сейчас это может обслуживать, один человек может обслуживать 10 заводов. Почему? Компьютер сейчас другие. И человек, представьте, с тем образованием, которое обслуживал тот ЦПИ, сейчас в наше время хочет устроиться на такую же работу. Но ему говорят, такого больше нет, тебе нужно переучиваться. К чему я говорю? Если у вас не получается устроиться на работу, то вам нужно либо переучиваться, либо снизить планку. Продолжение следует...